С вами Громакина Ярославна, блог нашедети.ру Сегодня я решила это записать видео просто так, скажем Ну как просто так Я посмотрела некоторые свои последние видео И пришла к выводу, что им не хватает каких-то современных фишек Таких фишек, как, скажем, обработка в каком-то программе для видеомонтажа Все дело в том, что когда мы смотрим некоторые ролики Они нам очень нравятся благодаря не только своей какой-то движухе Потому что они наполнены определенными эффектами Неожиданные какие-нибудь там, не знаю У меня пока таких эффектов в роликах не было Потому что я не умею работать ни с одной программой Видеоредактора какого-то Поэтому я решила начать с самого простого Посмотрела в интернете Есть такая программа видеомонтаж Она подходит для новичков Поэтому я думаю, что можно начать обучаться именно с нее Я ее скачала Сейчас хочу записать какое-нибудь видео И добавить несколько туда эффектов Ну, а обычных эффектов Таких, как просто вставить какое-нибудь слово В тему, да Вставить, может быть, заставку На которой будет понятно Титры, фамилии, имя, отчество Вставить где-то необходимые слова К своим словам, которые я говорю здесь Где-то, может быть, нужно будет замедлить слова А где-то убыстрить то, что кажется не особо интересным Не таким значимым Не пригодящимся в жизни В общем, это все поставим на скорость И посмотреть, как это будет выглядеть Я поделюсь своими впечатлениями В моей программе видеомонтаж О том, насколько быстро можно в ней работать Я запишу сейчас этот свой ролик Ну, совсем коротким Пока он длит всего лишь 2 минуты Ну, попробуем записать минут на 5 На 5 минут Когда запишем ролик на 5 минут Я расскажу вам, сколько у меня ушло времени На работу с программой видеомонтаж С нуля я вообще с ней не работала Сколько времени ушло На саму работу, на сохранение Не знаю, конвертация, наверное, какая-нибудь И стоит ли начинать? Ну, начинать, я думаю, всегда стоит Я считаю, что люди вообще должны каждый день Узнавать что-то новенькое Если вы не умеете работать на фотошопе То освоите его Ну, или любую другую программу по коллекции фотографий Там, фотоэкспресс и прочее Я раньше как-то не заморачивалась по поводу видео Просто сегодня я опубликовала один из постов Вконтакте Видео обзор Это был на косметику Эйвен На свою первую посылку И тут же пришел комментарий От моего одногруппника Он спросил Ты что теперь стала блогером? Ну, вообще я завела свой блог Оказывается, в 2011 году В 2010, в ноябре То есть в конце года я родила ребенка Выписалась с роддома И не знала, чем заняться И, в общем, тогда, в 2011 году Я завела свой блог Нашидети.ру В нем выкладывала фотографии И печатала сообщения Тогда видео как-то было особо не распространено Но сейчас видеоблогеры Они гораздо имеют, наверное, больше успеха Потому что зачастую людям легче посмотреть видео Чем читать огромную статью Вот, ну, в принципе, время у нас уже накопилось И я думаю, сегодня я поработаю с видеомонтажем Ай-яй-яй Ай-яй 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 Субтитры создавал DimaTorzok